Короче, второй день он с нами ездит, сегодня провел с нами всю ночь, оказывается это бездомный кот, он там живет в этом комплексе, его периодически подкармливают, он ко всем подходит, но он вообще не боится ни в машине ездить, не боится ни людей, никого не боится и везде за нами ходит, как маленькая собачка, от нас не отходит никуда далеко. И прямо ему все так любопытно и кривый, прям такой весь. Короче, он ехал, ехал, терпел, терпел и только вот мы остановились возле моря, песок и он сразу в туалет побежал и закопал сразу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Приехали посмотреть здесь рядом с Сиде, есть такой мост исторический Аспенбус. Кот с нами, как всегда, естественно. Река очень большая и... Давай-давай, показывай, куда идти. И как они этот мост строили, я, честно говоря, даже не знаю. Слушай, ты что, свалиться хочешь? Здесь высоко? Мы с ним одной породы. Дебеди вот так проходить, на краю. Весь мир. Куда ты наклоняешься? Алло. У меня так же фотографируется, я когда-то показываю, я так и не чувствую. Ле, он, по-моему, спрыгнуть хочет. Куда он пошел? У него еще такая походка. Общительный код. Он вообще не хочет оттуда спускаться. Ему прям реально нравится это. Кс-кс-кс. Иди сюда. Кс-кс-кс. На. Кс-кс-кс. Кс-кс. В 4 веке этот мост был построен римлянями. Потом его землетрясение разрушило. И в 13 веке все землетрясения его восстановили. А изначально он был построен почти полторы тысячи лет назад. Я думаю, они его как-то строили. Здесь либо воды не было, либо они отводили куда-то течение, потому что здесь очень сильно течет вода. Очень яростно так. И глубина достаточно большая. Ну и сам мост очень большой. А там на надписи на арабском. Вот он изначально отсюда шел. Вот здесь они как раз эту арку укрепили, чтобы она не развалилась. И потом туда дальше, дальше он по-моему еще выше, еще больше был. Ну вот здесь хорошо видно, они значит делали сначала основание по краям, а потом внутрь засыпали камни, грунт какой-то. И сейчас вот здесь вот спеют уже апельсины, а там в горах снег лишит. Продолжаем исследовать этот город Аспендас. И вот прямо по курсу у нас, значит, здесь акведук. Он, наверное, высотой как семиэтажное здание. Город входил в состав Ликии, Персии. И даже македонский здесь, короче говоря, тусовался. Ну город достаточно большой, судя даже по размеру амфитеатра. Здесь амфитеатр, по-моему, на сколько, на 40 тысяч мест, да? Сейчас мы туда едем. И вот акведук есть, это специальное сооружение из камня. Раньше не было водопровода. Они с помощью вот таких вот штучек, больших, высоких, они доставляли воду в город. У нас здесь пригласили, хотят показать нам дом. Амфитеатр, по-моему, на 40 тысяч местах. Здесь, алис, сидиас, сидиас. Алис, сидиас. Сидиас. Сидиас, сидиас. Здесь, майс, майс, майс. Майс. Мераба. Мераба, вошь кедри. Дешекур. Пойдем. Лаваш? Лаваш. Ага. Короче говоря, мы совсем недавно хотели посмотреть, как живут люди в деревне. Мадам. Вот здесь у них, значит, балкончик. 150 или 200 лет. Здесь у них, значит, печка. И вот от этого они греются. И как раз-таки здесь кушать готовят. Вот здесь у них и орехи, и все-все-все. Вот недавно кое-кому было интересно, как люди здесь живут. И вот, пожалуйста. Турция всегда даст, что вы хотите. Куда кота делают? Куда? Здесь Раша, Раша. Раша, Раша, Инглиш. Инглиш. Раша, Инглиш. И вот. Снизу, смотри, прям щель. Да, здесь прям щель. Ну, короче говоря, он... Дизи Ноя. Дизи Ноя. Дизи Ноя. Ноя, Ноя. Ноя, Ноя. Показывай, давай. Твоя игрушка? Чок дизай. Спальня. Это шифонер? Батрум. Да. Это шифонер. А, все здесь лишит. Да, все. Здесь тоже печка. Вот еще одна печка. В каждой комнате практически печка есть. А они топят, значит, здесь. И от этого согреваются. Из Кана? Да. Таблетки. 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 Алис, таблетки? Да. Это мадам проблем. А, мадам проблем. А, в общем, его супруга чем-то болеет, по-моему. Поэтому здесь очень много... Суфиль. Очень много всяких разных таблеток. Вот это вот как раз таки и есть акведук. Прям вот рядом с домами, с рощами, с апельсиновыми здесь. И он здесь, по-моему, был поворот у него. И здесь он транспортировал воду вот раньше вот так. А сейчас здесь просто апельсины продают вот так вот лавки. И вот это вот все находится среди вот таких вот рощ красивых, оливковых, апельсиновых рощ. Люди вот остановились, обедают. В Турции это вот очень часто можно вот так встретить. Люди останавливаются и тут же кушают. Он вот кусками идет вот так. Вот этот акведук вон там еще кусками. Общая протяженность его около 20 километров. Эти куски акведука, значит, это у моста. Вернее, не мост, это водопровод. То есть он выглядит вот так, как будто бы это мост. А на самом деле там сверху по нему вода бежала. И вот здесь я понимаю такой кусочек, где он был разрушен. Они здесь проложили дорогу. Я сомневаюсь, что они его ломали, чтобы дорогу здесь проложили. Вот здесь видно, как он уже разрушается потихоньку. И на самом деле он очень большой, поэтому здесь, видимо, местные власти не могут его как-то укреплять. Но на самом деле это очень такая древняя история, очень интересная. Вот здесь, видите, пастук косо спасет. Поля, кот охотится. И вот прям сразу тут же этот акведук. Он прям вообще не оставляет никак мысли поймать птицу, схватить. Ну, он их видит, но как схватить, не знает. Вот один пролет здесь развалился уже. И на самом деле оно все это такое шаткое, тоже вся эта конструкция. Вообще, по идее, здесь даже находиться опасно, на самом деле, рядом с ними ходить. Потому что никто не знает, когда она просто в один момент вот так вот все сломается и все. Оно здесь стояло сотни лет, но все равно она никак не укреплена. И вообще, по идее, здесь нежелательно ходить гулять. Потому что я вижу, вот там остатки клея, по-моему, там было написано не лазить. Друзья, что самое интересное, что вот сколько лет назад строили, и они строили очень ровненько. Вот так вот по линеечке, я не знаю, сколько здесь километров, по линеечке, по ниточке все ровно стоит. Что, кого ты там нашел? Кого-то схватить хочешь? Кот тут охотится вообще вовсю со страшной силой. И с этой стороны, с этой стороны тоже очень ровно, и туда он потом уходит по воротам. С этой стороны, которые были bamboo, которые они просят, отсюда делают по воротам. Продолжение следует... Продолжение следует... На дроне обычно кошки реагируют на это, на эти звуки и так далее, а ему вообще без разницы, он просто лежит и спит, и ему без разницы, что машина там едет, что машина качается на кочках. В общем, он никакого внимания не обращает. Я сейчас, значит, взлетал здесь с западной стороны, это вот со стороны вот где Акведук, такая табличка, туда можно проехать, там есть возвышенность. Город был очень большой, потому что здесь амфитеатр на 40 тысяч зрителей. Здесь до сих пор проходят раскопки. Вот здесь вот как раз вот палаточный лагерь этих археологов, они до сих пор здесь копают. Здесь еще рядом со всеми этими достопримечательностями вот такая вот дамба есть. Я так понимаю, в какой-то момент они эти шлюзы открывают, закрывают, и еще сверху, как мостик, машины ездят. А здесь летом очень много разных мест, где можно приехать, чай попить, и возле воды просто провести время здесь очень прохладно будет. Я сначала думал, это... я не мог понять долго, что это такое. Оказывается, это амфитеатр. Я сейчас взлетел на дроне, здесь сразу все моментально становится ясно, понятно. И предводитель Сельджуков, он построил себе здесь дом, ну, резиденцию, в общем. Когда приезжаете вот в такие места, всегда берите с собой покушать, потому что здесь очень много кошек, собак бродячих, и они вам очень благодарны будут за это. Здесь еще есть пещеры где-то рядом. Сообщение по реке было очень активно. Здесь очень много, что производили, выращивали. Здесь плодородные земли, лошадьми славился. И Александр даже ввел налог в размере 4 тысяч лошадей в год с этого города, потому что славился город с кокунами. Оливки выращивали, много что... Вообще здесь очень производство большое. А вот этот вот жучок на мопеде с хлебом, он нам предлагал монеты турецкие, древние, времен Александра Македонского, типа по 200 лир. Но там видно сразу невооруженным взглядом, что они, ну, так сделаны, короче говоря, уже в наше время. То есть это не древние монеты, потому что, естественно, такие монеты, во-первых, не могут стоить 200 лир. Здесь было два города, Акрополис, верхний и нижний город. Нижний город с рекой было сообщение. А верхний город здесь вот было... Здесь больше всего сохранилось. Вот этот амфитеатр, очень базилик, много построек. И он расположен на холме, который возвышается на 60 метров. И площадь его 20 гектар. И население в Аспендесе было 20 тысяч человек. И из-за того, что население росло, и это он достиг своего на высшего развития в 3-2 веках нашей эры, когда Римская империя уже была, и тогда построили акведук и амфитеатр. Римская империя